Социальная сеть ВКонтакте, настройка своей страницы, настройка инструментов, интересов, городов. Итак, как я хочу вам сразу рассказать, что здесь нужно представлять примерно около 20 городов. Не самых крупных, но желательно миллионников, где по 200-300 тысяч жителей вы должны определить себе именно 20 городов и написать их здесь, так как переходя по этим ссылкам люди будут видеть именно вас. К примеру, вот так вот, перейдя по ссылке, видно, вот он я, Эдуард Гореев. И также по всем городам. Эти города записываются очень легко. Заходите в мою страницу «Редактировать», в основных, вот родной город, и здесь прописываете 20 городов, которые вы определили. Я не рекомендую вам брать такие города, как Москва. Сейчас я вам покажу, почему. Москва, Санкт-Петербург. Это очень крупные города, и обойти здесь будет, ну, просто нереально. Тут даже на сотом месте стоят люди, у которых очень большой рейтинг за счет подписчиков. Вы не сможете просто никак обойти их. Ну, вот, к примеру, 58 тысяч подписчиков, это нереально, это просто придется затратить очень большую сумму денег. Так же по Санкт-Петербургу. Выбирайте города, но не очень крупные, но такие нормальные города. К примеру, вот Уфа. Хотя здесь я тоже не очень высоко нахожусь по позициям, но это все исправимо в течение времени. Вот, к примеру, вот я нахожу примерно где-то на 50-м месте. Итак, с городами мы разобрались, как их настроить мы разобрались. А теперь статус. Статус меняется, статус обновляйте хотя бы раз в неделю. Здесь у меня стоит ссылка на подписку на курсе, то есть человек скопирует мой статус. Если ему будет это интересно, ставит в поиск браузера и перейдет на мою страницу, где, возможно, он оставит свои контактные данные. Дальше. Обязательно веб-сайт. Вот здесь стоит ссылка на мой веб-сайт, где человек нажимает и просто переходит на мой личный блог. Итак, деятельность. Прописываем деятельность через запятую и выбираем деятельность, которая очень близка вам по духу. Бизнес, интернет, бизнес. Это тоже дает нам такую вещь, как при переходе сюда. Видите, я стою на втором месте. Интересы. Интересы действуют точно так же, как и деятельность. Это очень хорошая вещь. Вот где книги, как вы видите, очень... Мощные люди с большими рейтингами. Интересы прописывайте близкие тоже вам по духу. И все это будет очень хорошо влиять на добавление к вам, друзья, и добавление к вас, друзья. Допустим, сетевой маркетинг. Так же, видите. Ага, здесь очень... Немало людей. Но я здесь нахожусь вот. Вот. Тоже довольно-таки хороших позиций. Итак, аватарка. Ну, аватарку я поставил вот я. В принципе, я считаю хорошую. Непрофессиональная, конечно, фотография, но... Она достойна того, чтобы здесь стоять. Можно сходить и заказать у профессионалов. Аватарка. Фотографию. Заказать у профессионалов. Поставить сюда. Ну, в принципе, для меня это не так уж и важно. Фотография, во-первых, респектабельная. Я здесь не с пивом, ни с чем. Там нормальный вид. То, что я небритый, это мой имидж. Книжка в руках. Это тоже говорит о многом. Так что, ну, вот. Мой критерий был такой. Именно такой. Любимые книги. Здесь я прописал около 20-25 книг. Переход на них также полностью. Люди могут искать вас по тем книгам, которые вы читаете. И это тоже дает результат. А любимые игры. Все развивающие игры. Денежный поток. Кэшфлоу. Монополия. Это тоже самое, но все действует точно так же. Итак, давайте разберем, как добавлять, друзья. Я действую вот по таким критериям. Допустим, я захожу в MLM. И те люди, у которых в Интеррекс написано MLM, я к ним добавляюсь, друзья. Только я добавляюсь не в верхние списки, а добавляюсь в нижние. Иду практически в самый низ, потому что результат добавления будет намного выше, чем идти по верхнему списку. Ну вот, допустим, я выбрал для себя такие критерии, которые мне подсказывают, добавлю ли я человек к себе или нет. К примеру, если у человека много подписчиков, как у меня, и мало друзей, то я ему не буду отправлять запрос, потому что это не даст мне никакого результата. Основные критерии – это по фотографии, внешний вид. И я перехожу на страницу, смотрю, как выглядит страница человека. Вот, допустим, здесь блог, это уже хорошо. Можно посмотреть сюда, деятельность, помогать людям. Ага, ага, интерес, много интересов. Ну, в принципе, страница настроена правильно, подписчиков почти 900, не так много, при соотношении к друзьям 3 тысячи с половиной. Я, кстати, уже отправил ему запрос на добавление к друзьям. И вот по таким критериям я добавляю к себе друзей. Ну, допустим, Дмитрий Салимов, тоже я ему отправил к друзьям, но, видимо, он меня не хочет добавлять. Может быть, и добавит к поджи. Ну, я насчет этого не заморачиваюсь. Если захочет, добавит, если нет, то мы потом отменим просто свою заявку. Ну, вот этого человека я не добавляю, почему. Вот мои критерии. Много подписчиков, мало друзей. И эффект, что он меня добавит, очень такой минимальный. Так что зачем тратить на него свое время? Допустим, Сергей. Вот Сергей, у него 2400 друзей. И, в принципе, я ему отправлю заявочку. Так, Дмитрий Касаткин. К примеру, да, вот тоже много друзей. А, я ему уже заявочку отправил. Ну, и вот тут такие критерии. Они в основном через аватарку, через просмотр страниц. Ну, я уже это делаю, делал много раз на других страницах. И поэтому у меня уже определился мой портрет. Вам я рекомендую написать именно характеристики деятельности человека, его интересы, те книги, которые он читает. И именно по этим критериям добавлять друзей. К примеру, вот Бодушевер, первый миллион за 7 лет. Вот те люди, которые читают эту книгу, они мне, в принципе, интересны. Потому что мной эта книга была прочитана. И если человек ее указал, я надеюсь, что он ее читал, значит, у нас, возможно, очень много общих интересов. И мы можем в дальнейшем пообщаться. Он может сходить на мою стену, просматривать я на его. И, в принципе, вот так вот все это действует.